Всем привет! В эфире Универ Ньюз. Я его ведущая Адель Шамилова. Смотрите сегодня в выпуске. Убер в КПУ. Ректор КПУ Ильшан Капуров встретился с представителями известной компании. Камера, мотор, поехали! Состоялась первая запись ток-шоу в шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Не секрет, что двери Казанского федерального университета всегда открыты для иностранных гостей. Состоялась встреча ректора КПУ Ильшата Гафорова с представителями компании Убер. Заседание проходило в голубом зале главного здания. Ильшат Гафоров поделился с почетными гостями богатой истории Казанского федерального. Затем директор высшей школы информационных технологий и информационных систем Айрат Хасьянов предложил начать исследование по началу сотрудничества КПУ с компанией Убер. Не обошлось и без экскурсии по значимым местам главного здания. Императорского зала, музей истории КФУ, ленинская аудитория. Нам поступили кадры с места события. Предлагаем вам посмотреть. Казанский университет подписал Папа Керенского. В пятницу 3 февраля в шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ стартовал проект «Политзавод», в котором молодые политики подискутировали на самые острые темы сегодняшнего дня. Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. В пятницу 3 февраля в шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ впервые состоялась запись ток-шоу. Дебютной программой стали «Политические бои». Это новый пилотный проект «Политзавода», точнее блока «Ораторское мастерство и политические коммуникации». Специальным гостем в этот день стал член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Олег Морозов. В последнее время очень активно наращивалась материально-техническая база Высшей школы журналистики и нашего телеканала «Универ ТВ». И вот все эти работы, наконец, подходят к своему логическому результату, то есть начало массового производства контента, который будет общепотребляем и на нашем телеканале, и востребован в целом в городе и в республике, в студенческой молодежной среде и так далее. И вот сегодня такая первая большая уже программа пишется. Я думаю, что в перспективе очень близко мы выйдем на ежедневный режим производства видеоконтента в нашем шоуруме. «Политзавод» – это проект по подготовке кадров для Татарстана, который образовывает кадровый резерв. На «Политзавод» приходят те, кто хочет реализоваться в жизни и стать успешным политиком. «Политзавод» собрал 780 заявок. В ноябре состоялись очные и онлайн-собеседования с кандидатами, по итогам которых в очный этап проекта было рекомендовано 200 человек. Участники проекта борются за то, чтобы стать лучшими и войти в топ-100. «Сегодня «Политзавод» запускает очный этап. Очный этап посвящен политическим коммуникациям и ораторскому искусству. И недаром мы находимся в стенах высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Сегодня пройдет новый формат. Мы запускаем пилотный формат проекта – это политические бои. Потому что молодые лидеры, молодые политики, если не хотят, конечно же, стать таковыми, должны научиться отлично говорить». Всего в поединке приняли участие 4 человека – Екатерина Граф, Антон Симонов, Марсель Сиразиев и Дарина Фролова. Участники проекта подискутировали на самые острые и актуальные проблемы студенчества на тему недавно избранного президента США Дональда Трампа и прошедшие события в мире. После тяжелого часового боя жюри удалось определить победителя. Им стал Марсель Сиразиев. «Участники были очень сильные, все были подготовлены, все были в своей сфере специалистами. И появился, наверное, более конкурентный по стилю взаимодействия. Но в целом я доволен». Стоит отметить, что зрителями сегодняшней программы стали не только участники политического баттла, но и пользователи интернета. Велась онлайн-трансляция. Телевизионную версию можно будет увидеть в ближайшее время на телеканале «Универ ТВ». Диана Шилова, Ленар Довлетяров, «Универ Ньюз». В нашей «Альма-Матер» в прошлом учебном году обучались более 4000 иностранных студентов из 80 стран мира. По последним прогнозам, это число должно увеличиться и достигнуть более 5000 человек. Как и чем привлекает иностранных студентов Казанский федеральный, смотри далее. Являясь одним из ведущих российских университетов, Казанский федеральный нацелен на активное вхождение в мировое образовательное и научное пространство и всегда готов приложить максимум усилий, чтобы привлечь как можно больше иностранных студентов. Методика Казанского университета по привлечению учащихся недавно была одобрена Министерством образования Республики. Однако на достигнутом КФУ не останавливается, и теперь формирование абсолютно новой системы привлечения стало еще одним поводом для встречи проректора по внешним связям КФУ с ответственными лицами за международную деятельность в институтах Казанского университета. Участники встречи обсудили стратегию повышения общего числа иностранных учащихся. Планируется, что общее количество иностранцев будет достигнуто 5100 человек. И это не предел. На ближайших заседаниях проректор по внешним связям КФУ планирует обсудить систему мобильности в Казанском федеральном, что, несомненно, повлияет на достижение поставленной цели. И, наверное, третий семинар, мне кажется, у нас назревает по участию, по мобильности. То есть нам же каждый год нужно увеличивать мобильность, академическую мобильность и как среди преподавателей, так и среди студентов. Там тоже у нас есть свои подходы, есть свои рекомендации. Это, я думаю, два следующих семинара. Участники встречи продемонстрировали наработки и опыт Казанского университета по приему и обучению студентов. Начальница отдела привлечения и набора иностранных обучающихся презентовала разработанный проект комплексной методики создания в КФУ системы привлечения иностранных студентов, где описаны современные тенденции и перспективы развития международной студенческой мобильности и предложения по привлечению иностранных студентов в Казанский университет. В ходе активной работы участниками встречи был затронут целый ряд актуальных вопросов и высказаны интересные предложения, которые будут учтены в ходе реализации при доработке методологической и нормативной базы привлечения иностранных студентов в старейший вуз России. В последнее время стихи татарских поэтов перекладывают на современную музыку и популяризируют родной язык. Представителями такой направленности стала и группа Джуна, которая рассказала о своем первом клипе, ляпах и классике национальной литературы. Смотрим. И потом уже в процессе, там, в капелле мы нашли Сашу. Опять в процессе развития, через какой-то промежуток времени у нас менялся состав. Потом пришли остальные участники, там, Сергей, Элина, Тимур. И вот пока вот этим костяком мы так и держимся. Пожалуй, многие могут подумать, что слово Джуна – это неправильно написанное слово июнь на английском. Но это вовсе не так. Как отмечают сами участницы, название группы означает поезд, который с большой скоростью уносит их творчество. Название появилось случайно от Барды. Серьезно, мы взяли просто слова, реплатинский слов, начали искать слова, и вот так вот, не думав, обозвались словом Джуна. Было слово Джуна, последним буквам поменяли на А, а потом уже узнали, что, оказывается, Джуна с финского переводится как поезд. Нам это нравится. Творчество ребят стоит на месте, они уже успели добиться больших успехов не только на площадках нашей необъятной страны, но и получили комментарий на свой кавер от фронтмена британской группы «Метронами» Джозефа Маунта, ведь порой не каждой группе удается получить признание от столь уважаемого музыканта. Иногда в интернете я встречаю разные каверы на нашу группу, на всякое от «Метронами», и, как правило, они очень милые, но не всегда такие шикарные. И, как правило, они не идеальные, но вот этот прям очень крутой. Всего месяц назад ребята выпустили свой первый клип под названием «Урман Кызы». Слова песни – это стихи знаменитого татарского поэта Хадди Токташа. Тем самым они хотели показать токташскую «Урман Кызы» в другом свете. С одной стороны, как мифологическую таинственность, с другой – как героиню, созвучную нашему времени. Если ранее татарская музыка означала пляски под залихватскую гармошку и однообразный бит, то сейчас жанр в разнообразии растет в геометрической прогрессии, а татарская культура лишь продолжает развиваться. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. А на сегодня у меня все. Всем хорошего настроения. Пока-пока.